Приветствую вас и, знаете, вот в практике психологии есть такое понятие, что комплекс, тревогу, переживание, невыраженное переживание, конфликт. Можно купировать, можно победить, если угодно, с двумя способами. Первый способ, это способ легкий, я бы сказал даже механистический, бихевиористский, и он касается технологии НОП. То есть вы, допустим, приходите к специалисту по НОП, предположим, и ему говорите о том, что где вот у меня такая проблема, я ковыряю ногти, например. И он обучает вас некоторым техникам, которые позволяют вам ногти не ковырять. Ну, от привычки вы, конечно, избавляетесь. И это хорошо. Но, как не парадоксально звучит, сам конфликт и саму проблему подобные не убирают. И если вы, например, вот, вы пишите, ковыряете ногти, если вы делали это, то после того, как специалист убрал вам эту привычку, ну, с большей долей вероятности можно сказать, что, скорее всего, у вас появится что-то еще, что-то другое. То есть то, что вот, вот это вот невыраженное переживание, оно как-то будет о себе заявлять. По-другому, возможно. Как сказать сложно, это могут быть какие-то непроизвольные движения, это может быть что-то еще. В общем, факт тот, что, если вы выбираете легкий путь, то готовьтесь к тому, что ковыряный ногтей сменится чем-то другим. В случае, если вы будете идти по этому пути. И существует и другой способ, так называемый другой вид терапии. Это терапия причин. По моему мнению, терапия причин является более продуктивной, потому что она позволяет смотреть именно в корень самой проблемы, именно в корень самого конфликта и, собственно, определить, с чего же у вас все началось. Вот вы пишите такую вещь. Вы пишите такую вещь, значит, что с детства ковыряете ногти. Ну, давайте мы попробуем проанализировать. А что было у вас в детстве? Какое оно было, это самое детство? Что заставляло вас говорить, ну, быть может, вы как-то справлялись так со своей тревогой, быть может, вы так справлялись с каким-то своим переживанием, там, с недугом, я имею ввиду эмоциональным недугом, конечно же, может быть, чем-то еще. То есть, этот момент вам обязательно, ну и на процессе работы со специалистом, если угодно, если угодно процесс работы со специалистом, вам это все нужно будет прорабатывать. И тогда, когда в результате обещания будет найдено то, что как раз-таки служило причиной вот этого вот самого действия, этой привычки, этого неосознанного поведения, вот когда это будет выявлено, выяснено, вот тогда можно будет и вас от него избавить. Просто потому, что будет понятно, откуда вообще оно, точнее, это действие взялось. Вот об этом мне и хотелось вам сказать. То есть, вы здесь у нас спрашиваете, что вам делать. Отвечаю вам. Проанализирую свое детство. И понять, какие невыраженные сильные эмоции у вас останутся. А дальше постараться либо собой, либо вместе со специалистом подумать. Размыслить над тем, а с чем в детстве у вас сильнее всего ассоциировалось вот это вот ковыряние в ногтях. То есть, когда чаще всего в детстве вы это делали. Так мы и определим, что у вас за причина и как именно она влияет на вас. И может быть, если избавить вас от этого негативного влияния этой причины, то и необходимость привычки падет. Ну, конечно же, не сразу. Здесь нужен контроль. Но сперва первопричина. И когда первопричина будет убрана, возможно, технология НЛП вам пригодится. Тогда новых привычек не появится. Потому что эмоций не будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok